Почвенная акорология Почвенная акорология Междисциплинарная программа школы включала в себя таксономические тренинги, полевые экскурсии с возможностью сбора образцов, а также семинары по методологии и доклады участников школы. Я раньше уже была в Тюмени в лаборатории Андрея Толстыкова, и она на меня произвела очень хорошее впечатление, поэтому, когда я услышала, что здесь проводится школа, я решила, что это будет организовано на международном уровне, и с радостью согласилась приехать. И, в общем, я не ошибаюсь в моих ожиданиях. Особенно впечатляют микроскопы. Лекции по актуальным направлениям исследований в зоологии, экологии и почвоведении прочитали известные российские ученые, а также приглашенные зарубежные специалисты из Новой Зеландии, Монголии, Соединенных Штатов Америки, Мексики и других стран. Все они отметили, что пользу от такого обмена опытом переоценить невозможно. Здесь есть коллеги, с которыми мы можем сделать коллаборативные исследования. В Америке происходит такой сдвиг науки в сторону использования, как сказать, только использования очень таких сложных молекулярных методов. Например, очень мало людей работают с организмами, но в Тюмени есть люди, которые активно собирают почвенные организмы, то есть они знают, где их найти. И таким образом можно сделать очень хороший проект. Я сейчас планирую делать проект по использованию молекулярных часов для выяснения эволюции клещей. И здесь я нашел коллаборатора, который мне поможет в этом деле собрать экземпляры, которые я не знаю, где найти. Для молодых ученых, которые в начале карьеры часто сталкиваются с трудностями, полевая школа является настоящим ключом к дальнейшим научным успехам и участию в международных исследованиях. Кроме того, лучшие работы участников школы в области почвенной акрологии могут быть опубликованы в научном журнале «Окарина», который индексируется базой данных «Скопус», что дает исследователям не менее мощный стимул для развития. Георгий Лаев, Алексей Мойсов, Евразион ТВ